Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать на программу Old School Television. С вами, как и 20 лет назад, Жантимир Б. Мухамедов и Роман Куприяненко. Они же Жантик и Рома. И даже пейджер у нас работает, как и 20 лет назад. Писать абоненту Жантик и абоненту Рома. Ну что ж, Рома, а давай вспомним, как это было 20 лет назад. Давай присядем и посмотрим на экран. Покажите нам, пожалуйста. Ну вот, дорогие друзья, а теперь в рубрике «Вечерний звон на пейджер» мы получаем сообщение, которое вы нам присылаете. Сообщений приходит столько много, что все мы их прочитать не можем сразу во время его фирмы. Так что не обижайтесь, пожалуйста. Поехали, поехали. Вау, Рома, боже мой, какие мы здесь были. Другие мы, другие. А что с нами случилось? А? Почему мы так растолстели с тобой? Время не щадить никого. Даже посмотри. Я в то время был с тобой одного роста, сейчас на полторы головы ниже. Ну как же так? Старость и радость. Рома, а давай мы вот что с тобой сделаем. Ведь уже открываются тренажерные залы после пандемии. Давай пойдем на качалку, будем качаться, похудеем и станем опять молодыми. А ты сбреешь свою бороду. Договорились? Я сбрею свою бороду, если не похудею. Ну что ж, отлично, друзья мои. Я хочу вернуться на 20 лет назад. Какие были популярные клубы? Вспомни. Давай как в города. Ну давай. На А. Адмирал Нельсон. Адмирал Нельсон, значит на Н. Навигатор. Навигатор. На Р. Майтаун. А почему нет? Майтаун. Телевизор. Уайт Холл. Транзит. Мы же там и познакомились с тобой, кстати. Транзит и Уайнот. Но кстати, ты помнишь, кто сопровождал всю дорогу нас своей прекрасной музыкой? Пишут, что он угодает. Он эрудирован? Он весьма эрудирован. Начитан вообще великолепный парень. Слова отскакивают только так. Он не играет коммерческую музыку? Он не играет коммерческую музыку, он ее просто игнорирует. И он великолепен? Конечно, как всегда. Снайпер! Диджей Снайпер, дорогие друзья, у нас сегодня в студии. Давайте встретим его курнами аплодисментами. Приветствую, снайпер, свой коллег. Приветствую, дорогой наш. Сбой шаг. Мне кажется, что после такой подводки, извиняюсь, что перебил, я должен был вот снизу уехать просто вот так вот. Да, но к сожалению, это устройство мы сегодня запустить не смогли. Я хочу всех поприветствовать. Для меня огромная радость присутствовать здесь в вашей компании. Такое количество приятных воспоминаний возникает перед глазами. Столько интересных мест, о которых, если получится, мы сегодня, наверное, вспомним. Столько интересных историй, о которых мы еще 20 лет будем рассказывать. Разговаривать и рассказывать. Снайпер, мы приготовили для тебя сегодня один сюрприз. Хочешь посмотреть одно видео, которое было записано 21 год назад? Я даже боюсь себе представить. Очень, очень хочу. А вот мы сейчас тебе его и покажем. Включите, пожалуйста, на экране это видео. Еще одного диджея нам удалось поймать. Это Декстер. Он закончил играть, но играл, поверьте мне, просто супер. Ну что, Декстер, тебе самому нравится вечеринка? Классно. Как ты думаешь, вот будет ли продолжение подобных акций? Будет ли программа «Пилот» выпускать еще что-нибудь новое? Оно просто должно быть. Ты будешь принимать участие? Конечно. Под какую из твоих вещей сегодня лучше всего танцевал народ? Это, наверное, Пол Джонсон «Get Get Down». Это стабильный хит. Итак, добрый вечер всем. Добрый вечер тот, кто завтра, я еще раз напомню, завтра в 11 часов придет сюда, для того, чтобы стать частью нашей грандиозной шизо-пати, которую мы будем проводить здесь впервые в нашем городе. И, естественно, всем не безинтересно, кто же будет делать эту вечеринку по-настоящему шизо. Сегодня сюда я пригласил тех людей, тех замечательных и наверняка известных каждому из вас диджеев, давайте похлопаем диджеем. Они сами немного расскажут о себе, и каждый из них скажет, что же будет играть он для вас. Если вам это на самом деле не безинтересно, вы обязательно придете к каждому из них, а лучше просто к нам. Итак, давайте познакомимся. Привет, меня зовут диджей К-15. И вот, К-15, что же ты будешь играть для нас 26-го числа, то есть завтра? Для вас я буду играть немножко туз-тепа и в основном диско. Настрой есть? Да. Вот так. Первый диджей К-15 с настроем. Ну, человек, не нуждающийся в представлении, мой напарник Серега. Серега, как у тебя дела? У меня здорово дела. Как ты настроен на завтрашний вечер? Ну, даже не знаю, как сказать. Очень охота поиграть. И что будешь играть? Я и буду играть абсолютно все, то есть нету, да, шизы мюзик, нету такого ограничения, чего бы я не поставил номера. Вау, вот это да. Ну что ж, снайпер, расскажи, пожалуйста, где все эти люди? Диджей Декстер, К-15, диджей Серега, Нариман Есенов, Нукберген Мохамбедов, где они все? Первое, о чем хочется сообщить, они все живы, здоровы, мне кажется, это замечательная новость, учитывая о каких временных промежутках мы сегодня здесь разговариваем. И еще хочется, вот глядя на прическу вот в этом старом видео, такое впечатление, что и там закрывали парикмахерские на какое-то время. Кстати, снайпер, я хочу отметить, что ты с тех пор вообще не изменился. Как тебе удается сохранить такую фигуру и молодость? Я пользуюсь вот этой уникальной возможностью, которая есть у любого диджея. Я не просто играю музыку, я играю музыку и танцую. Мне кажется, танцы самое важное, самое полезное и самое простое и доступное каждому упражнение. Ну а теперь вот о этих людях, которых мы только что вспомнили, причем мы с огромным удовольствием вспоминаем их каждый раз. Ну, конечно, начну я с Нурбергена Мохамбедова, который сыграл очень важную роль в появлении наших популярных, известных радиостанций, клубов, диджеев, который он очень помогал и по-прежнему помогает. Он точно так же занимается промоутерской деятельностью, он точно так же занимается радиовещанием, делает интересные проекты. И хочу сказать, что с недавних пор он и сам как диджей играет. Нурберген стал играть музыку, именно ту музыку вот из тех времен, времен Шахар-ФМ, времен всех этих наших любимых алматинских радиостанций. Айдар, он же диджей Декстер, который тоже присутствовал вот на этом кусочке видео, он сейчас занимается активно деятельностью, связанной с организацией мероприятий. У него ивент-агентство, которое занимается в основном активным отдыхом, развивает наш казахстанский туризм. Серега, мой замечательный друг, мой многолетний напарник, с которым мы вместе начинали и свои первые клубные и радиопроекты. Он жив, здоров, он замечательно счастливый семьянин, и по возможности он играет музыку, но сейчас у него на это уже не так много времени. К-15, наверное, вспомним отдельно К-15. Давай вспомним, кем же он стал? Его судьба сложилась удивительным образом, ведь он занимался музыкой с самого детства, он занимался виолончелию, он учился в музыкальной школе, в консерватории, и в дальнейшем именно этому инструменту посвятил свою жизнь, и в данный момент является работником суперпопулярного всемирно известного оркестра. Живет, он работает в Вене, это оркестр при Венской опере, которая, мне кажется, не нуждается ни в каких комментах. То есть он замечательный супермузыкант. Какая головокружительная карьера. А если мы его еще и найдем как-нибудь и выйдем с ним на связь, может быть, он исполнит нам? Я думаю, он сделает это с удовольствием, потому что про Алма-Ату он всегда только с теплотой. И Нариман Исенов, Нариман Исенов, один из первых наших диджеев, по-прежнему играет, по-прежнему выступает, его работа связана с музыкой, он делает классные проекты. И он, кстати, тоже практически не изменился за все это время, я его недавно видел. В общем, да, если у кого-то есть желание, ну вот, сэкономить на каких-то целебных средствах и кремах, можно просто слушать музыку, это, в общем, работает. Так ставьте же, ставьте же, коллега, ставьте. И причем поставьте нам что-нибудь такое, чтобы вернуло нас туда в 1997 год. Ночной клуб Майтаун. Дайте, пожалуйста, нам диско-зал. Ребята, мы хотим потанцевать. Мне кажется, есть композиция, которая идеально подходит. Я надеюсь, я угадал. Это моя любимая композиция. Я отплясывал. Так, да. О! Вау! Отлично! Я вот только что посмотрел, в общем, ну, в танцах вы нисколько не растеряли навыков. А что там? Все точно так же, все на высочайшем уровне. Надо похудеть. Легкость, элегантность присутствует, в общем. Отлично. Оно же еще, знаешь, когда бывает, когда появляется немножко лишнего веса, вот этот вот, такой балластик. С ним же еще плавнее движение получается. Появляется и гибкость. И гибкость тоже. Мы его уберем, мы тебе обещаем, снайпер. Слушай, вот такой вопрос. Чем ты занимался все эти 20 лет? Я помню, что после Майтауна Адмирал Нельсон у нас был же еще и Тафрик. Ты отдал, по-моему, этому клубу аж целых 10 лет своей жизни. Да, да. Я считаю, что мне очень повезло вообще с местами, в которых мне посчастливилось играть. Так уж получилось, волей и судеб, что практически во всех главных клубах, на всех главных площадках я играл. И Тафрик занимает особое место, потому что с первого дня, вот с самого основания этого проекта, до последней финальной вечеринки я являлся с гордостью, могу об этом сказать, резидентом. И точно так же со многими клубами, о которых мы сегодня вспоминали, в том числе «Транзит», и различные «Пирамиды», и «Адмиралы Нельсоны». И так или иначе мы присутствовали во всех этих заведениях. Может быть, поэтому я по сей день занимаюсь своим делом. Мне везет на людей, с которыми я работаю, везет на знакомства. Ну и, наверное, на музыку, которую я изначально для себя выбрал, она, в общем, меняется, но не настолько, чтобы мне вот расхотелось ее играть. Ну, блин, отлично. Да, Тафрик вообще, чего уж там говорить, да? Это, по-моему, каждый уважающий себя тусовщик считал себя резидентом этого заведения, да? И тоже отдал как минимум, там, 5 или 10 лет своей жизни. Да, к сожалению, вот вспоминая то, какие клубы бывали раньше, одно можно сказать вот с уверенностью. Настолько больших вот успешных клубов, наверное, вот в ближайшее будущее не будет. Как-то сейчас любят все в небольших барах собираться, а раньше, наоборот, любили собраться вот в пятитысячной толпой и устроить фестиваль. Слушай, снайпер, я знаю, что ты путешествовал по заграницам, давая концерты, выступая на различных мероприятиях. Вот я сейчас попрошу наших уважаемых операторов, дайте, пожалуйста, ролик на экран, а ты откомментируй, что это, где это происходит. Замечательное видео. Это самое сердце South Beach, это Miami, Clinton Hotel называется это место, легендарное. И вечеринка от лейбла Shiva Recording, где я представлял Казахстан и вот имел счастье сыграть полуторачасовой сет вместе с огромным диджейским лайнапом. Если я, ну, боюсь соврать, ну, где-то 30 диджеев было заявлено на этот день, диджеев из разных стран, совершенно разными музыкальными стилями и направлениями. И это вот был первый раз, когда я вот играл в Америке именно для танцпола. В Соединенных Штатах Америки ты открывал первым вот эту майамскую знаменитую конференцию диджеев? Это было годом позже, когда мне посчастливилось открывать конференцию, это был 30-летний юбилей и был контест своего рода, ну, конкурс среди миксов и диджеев со всего мира. Он чуть ли не за полгода до мероприятия начинался, огромное количество заявок было направлено и мне вот посчастливилось, меня выбрали. Просто, я думаю, в данном случае повезло, быть может, именно вот географическое расположение, удаленность Казахстана и сыграло решающую роль. Просто им было очень интересно, что будет играть диджей из Казахстана. Вот это да. И ведь не ударил грязь лицом, правильно? Я очень старался. Показал им и доказал им, что есть у нас диджеи, и прекраснейшие ребята играют прекраснейшую музыку. Кстати, правда ли то, что вот на одно место, ну, чтобы туда попасть, было, ну, как минимум, там, 500-600 человек? Это абсолютно верно. Здесь даже ничего не получится соврать, все это можно посмотреть в интернете, по-прежнему хранятся эти заявки. По-моему, около 2000 заявок было отправлено, и в итоге выбрали вот по 5 диджеев на день, то есть 30 диджеев на шестидневный фестиваль. Из 2000 заявок. Причем надо отметить, что все заявки были очень хорошие, потому что основным требованием является, ну, не менее 5 лет опыта в диджейской сфере. То есть ты, будучи новичком, просто не имел возможности даже отправить туда свой сет. Будьте добры, покажите еще один видеоролик. Снайпер, скажи, пожалуйста, где это, что это, откуда? Это совершенно особый момент в моей жизни, навсегда останется он в моей памяти, потому что это место, ну, вот просто самое, что у нас есть историческая достопримечательность Сау-Бича, это, опять же, Майами, но вот как раз открытие 30-летней юбилейной конференции Winter Music Conference. Это Дьюрвилл, легендарный отель, который в свое время был местом проведения, вот, ну, я думаю, не побоюсь, всемирно известных встреч Эда Салливана. Вау, Эд Салливан сам? Да, да, именно Эд Салливан впервые здесь познакомил американских слушателей из Битлз. Битлз дали здесь первое выступление в Соединенных Штатах. И, ну, практически всех легендарных музыкантов, всех вот на перечет можно так или иначе встретить вот в историях, связанных с этим знаменитым местом. По сей день оно встречается во всех кинофильмах про старый Майами, ну, и даже у Фрэнка Сенаторы был там свой собственный номер на протяжении многих лет, его по-прежнему показывают туристам. Для меня была, ну, просто суперчесть присутствовать там, и уж тем более играть свой сет в этом знаменитом холле, где давали свои концерты величайшие музыканты мира. А деньжат подзаработал? Кстати, про деньги. Деньги ты заработал-то? Надо сказать, да. Много платят? Ну, ну, они платят, ну, я думаю, что платят справедливо, так как есть фиксированная ставка для диджеев, которые играют, ну, как резиденты конференции, как делегаты. Это 250 долларов, то есть даже не надо ни с кем договариваться, тебе принесут твою эту сумму за то, что ты выступал в рамках конференции. Ну, а диджеи с международным статусом, конечно, получают совершенно другие деньги. Отлично. Дайте нам еще один ролик посмотреть. Я прошу тебя, снайпер, откомментируй, пожалуйста, где ты, что... Это Шелборн Уиндом Грэнд, это тоже очень популярное историческое место, в котором тоже проходило очень много известных событий, вечеринок, где выступали, ну, вот, звезды всех калибров. В данном случае это тоже день открытия конференции. Вот, можно увидеть здесь этот логотип, который знают все диджеи, все артисты мира. Расшифровывается этот... Winter Music Conference. Что самое интересное сейчас, это зимняя конференция проводится в марте, из-за того, что немного изменился за 30 лет климат. И если раньше главный туристический сезон, он был в конце зимы, то сейчас он почти в конце марта. Поэтому они оставили название зимняя конференция, хотя проходит зимняя конференция практически в апреле. Ну что ж, скажи, пожалуйста, снайпер, а что ты можешь посоветовать начинающим или молодым диджеям, которые вступили на этот тернистый путь? Я знаю, что недавно один парнишка из города Аксу сделал какой-то невероятно популярный хит, который сейчас или когда-то был в первых чартах хит-парадов американских и европейских. На самом деле он по-прежнему очень популярен, этот трек. Надо сказать, что это замечательный совершенно наш соотечественник. Зовут его Иман Бек. Он сделал, ну, просто крутейший совершенно трек. Называется он Roses. Сделал его вместе с рэпером Saint John, использовал его акапеллу и по-настоящему заявил о себе на весь мир, во всеуслышание, потому как этот трек долгое время занимал первые места во всех важных авторитетных чартах, в том числе Spotify, где люди, в общем-то, голосуют рублем. Это не просто кто-то поставил галочку. Этот трек покупали, этот трек продавался. Сейчас вот у него вышел еще один очень успешный, на мой взгляд, релиз вот совсем недавно, несколько дней назад, с еще одним американским замечательным артистом. Тори Лейнс его зовут. Вот. На его примере, мне кажется, можно дать совет вот практически всем молодым ребятам ничего не бояться, ни перед чем не останавливаться и использовать то, чего вот у нас, когда мы начинали, точно не было. Использовать все преимущества, которые дает нам интернет. Интернет, электронные вот эти все примочки. Доступ к любой музыке, к любым библиотекам звуков, любые видеоуроки. Можно поучиться мастерству практически всех знаменитых диджеев, артистов. Можно написать любому своему любимому артисту, предложить ему что-то совместное. Главное не бояться. А можно спросить, ты сам зарабатываешь при помощи интернета? Какие-то твои треки продаются? И сколько можно заработать? Абсолютно все мои треки выходили на официальных лейблах, выходили в продажу, поступали на всех музыкальных платформах. Но, конечно, то, сколько ты можешь заработать, зависит от величины лейбла, на котором ты выпускаешься. Как и в любой индустрии, ты начинаешь от самых маленьких, самых, ну, может быть, простых, наименее известных. И постепенно, выпуская, продавая какие-то тиражи, ну, ведут тебя к более крупным лейблам, где, конечно, ты можешь зарабатывать вполне приличные деньги, которые, ну, с торицей окупят вообще все, что ты вкладываешь, все, что ты тратишь. Рома, можешь нам диджейством заняться? Да, вот я думаю, тем более, что сейчас, на самом деле, очень много видеоуроков, где прям просто треки раскладывают по полочкам. Ой, отменили, слушай, выступление в клубах отменили, может быть, мы как-то начнем зарабатывать. Пока что, да, можно выступать в интернет, это совершенно спокойно, устроить в интернете свой клуб. А, дорогие друзья, а чем не идея? Может быть, действительно, мы займемся интернет-развитием, будем там зарабатывать? Ну, небольшой клуб у нас имеется прямо здесь и сейчас. Вот, говоря, да, о музыке, которую, вот, которую мне посчастливилось выпустить. Ну, вот, да, именно во своих треках. Хотелось бы включить сейчас вот один, ну, как мне кажется, по сей день самый, самый главный, наверное, мой релиз. Вышел он на замечательном лондонском лейбле Audio Rehab. Лейбл принадлежит очень авторитетному, известному ветерану, замечательному диджею Марку Рэдфорду. А, это, которому уже за 60. Да, это настоящий ветеран электронной музыки. Диджей Снарпер, Индивейс Снарпер. Трек называется Мэши Сан, и, быть может, как мне кажется, его успех связан с тем, что я попытался вот, ну, дать немного национального колорита, что ли. Здесь есть, здесь есть намек на каких-то шаманов, акынов, есть звуки, которые, ну, издают при помощи горла, горловое, вот это вот самое известное всем пение. Вот. Такой трек, можно потанцевать. А мне нравится. Ага. Классно, классно, скачает. Ну, что ж, отлично, отлично, снайпер, вот, спасибо. Я под такие треки... То есть, вникнуть в трейл. Я считаю, что, да, это, это, это очень важно. Углубиться, да. Так, ну, что ж. Ну, как здорово, да? Спасибо тебе большое, снайпер, за то, что пришел сегодня, порадовал нас своей музыкой. И я прошу тебя, пожалуйста, держи нас в курсе новостей, что происходит в мире современной танцевальной электронной музыки. Рассказывай нам о новинках, ставь нам хорошую музыку, и пусть наши телезрители тоже приходят на твои вечеринки и отплясывают со всеми. Я с огромным удовольствием хочется еще раз поблагодарить вас за возможность поприсутствовать в этой студии, за возможность вновь окунуться вот в эту вот магию и волшебный мир телевидения. Огромное спасибо за этот мир, Рома, огромное спасибо. Спасибо, огромное. Надеюсь, не последний раз. До встречи. Однозначно нет. Знаешь, вот еще раз огромное спасибо тебе за то, что ты на протяжении всего этого времени предан своему любимому делу и точно так же, как и в те времена, вдохновляешь на самое-самое. И заряжаешь оптимизмом. И хочется в очередной раз поблагодарить слушателей, людей, которые приходят на танцпол, иначе это все никакого смысла не имеет. Все это делается для тех, кто приходит танцевать, веселиться, слушать хорошую музыку. Ну что ж, спасибо большое, Снайпер. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья. И хотелось бы сказать, что в следующих наших программах The Old School Television вы повстречаетесь с теми, кого уже давным-давно не видели. Ну а мы, Жантик и Рома, хотим сказать, что очень любим вас и низко вам кланимся. Спасибо. Спасибо огромное. Отправляйте сообщения на наши коджеры.